Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу про белье. Это белье нам предоставляет фирма, которая помогает мне уже 20 лет в моей работе. Это Клавермет. Белье Shape Skin. Вторая кожа или первая кожа, ведь даже лучше, чем кожа. Две модели белья, которые, в принципе, мы используем в работе наиболее часто. Это Бюстгальтер, это Боди. Бюстгальтер, компрессионное белье, это для увеличения груди, пикси, редукцию, увеличение с подтяжкой. Боди, обдоминопластика, липосакция. То есть, вот эти операции, они достаточно частые, белье мы используем часто. Начну сверху. Чем мне оно привлекательно? В принципе, мне эти модели вообще нравятся, когда они построены вот таким образом. Первый момент. У этой линейки Shape Skin очень хорошая эластичность. То есть, здесь материал используется первого класса компрессии. И чем вот эта эластичность, она сама по себе хороша? То, что она дает четкую компрессию. То, что при нарастании отека компрессия все равно остается примерно в заданном диапазоне. То есть, белье позволяет в нем находиться и в раннем послеоперационном периоде, когда идет нарастание отека. И не нужно его менять, когда отек спадает. А с таким бельем легче подбирать белье для, как бы, увеличения груди. То есть, ну вот для меня достаточно подобрать, скажем, белье под грудью и взять чашечку B. В принципе, при таком подборе я практически точно знаю, что независимость от объема импланта с бельем я угадаю. Три ряда крючочков. Чем эта ситуация полезна? Во-первых, нам легче подбирать белье. Во-вторых, в ранний послеоперационный период, когда идет достаточно выраженный болевой синдром, например, при увеличении груди, мы можем белье за счет того, что мы переместили крючочки наружу, делать меньшую компрессию, чтобы человек через болевой вот этот синдром прошел более легко. Вот. А по мере того, как уходят отеки, по мере того, как уменьшаются болевые моменты ощущения, мы можем белье застегивать более плотненько. То есть, вот эта вот вариабельность, она дает хороший контроль за пациентом, за боли после операции. Идея то, что есть ряда крючочков на бретельках, тоже позволяет нам более легко варьировать. Мне нравится лента. Есть разные типы лент. Я вообще предпочитаю белье, у которых лента имеет вот такую эластичную составляющую, которая не имеет крючочков, потому что мне легче подбирать уровень компрессии в зависимости от ситуации. И я четко знаю, что тут у меня эта лента всегда хватит. То есть, бывают модельки, у которых есть такие же крючки, очень часто ленты короткие. Приходится застегивать с большой долей компрессии. И в ранний послеоперационный период, когда у нас и так человеку больно, избыточные компрессии создают просто реально конкретную боль, с которой потом сложно бороться. Соответственно, пациент стонет нам, мы стонем от пациента. То есть, ситуация не очень приятная. То есть, вот лента с липучкой, вещь, ну, реально классная. Чем вот эта вот моделька мне нравится? До этого Ковермет предоставлял белье тоже классно фирмы Марена. У этой модельки мне больше нравится ситуация, что вот эта лента вшита под хорошим углом, под наклоном. За счет этого, когда мы компрессионку, вот эту ленточку застегнули, она у нас очень легко помещается там, где нам нужно. То есть, в верхнем полюсе импланта. Для того, чтобы мы создали вот именно компрессию сверху, чтобы здесь у нас ткани не растягивались, а здесь вот как раз вот происходило растяжение ткани, для того, чтобы импланты молочных железа заняли хорошую позицию. Нравится мне вот то, что вот это вот место стыка ленты с бюстгальтером прошито специальным материальчиком. То есть, создается очень такое, такое нежное соприкосновение. Потому что, ну, скажем, в том белье, который мне раньше нравилось, вот это вот место часто натирало, да, то есть, приходилось подкладывать салфеточки, чтобы не было раздражения на коже. Белье, ну, с моей точки зрения, зачет. Салфеточки. ... ... ... ...